Хорошо, давайте помолимся, спросим Божие благословения. Ну, Господь, это так приятно, Господь, просто знать, что Ты есть Господь, что есть здесь церковь, есть люди в этом городе, которые верят Тебе, любят Тебе, нашли время, хотя все остальные, может быть, работают, отдыхают, гуляют, делают много чего в этом мире, что вот здесь есть братья и сестры, которые собрались, чтобы молиться. Господь, молюсь, чтобы Ты принял эти молитвы, Господь, чтобы Ты отвечал эти молитвенные просьбы, особенно для тех, которые погибают. Господь, дай нам больше такое чувство, время для погибающих. Господь, помогите нам не отвлекаться от суеты и дела этого мира. Знаем, что этот мир очень временный, и суета в нем тоже временная, но души человеческие, они вечные. Господь, помогите нам всегда это вспоминать. Дай особую благодать тем, которые имеют много детей, и работа, и заботы. И Господь, помогите нам просто не забыть то, что самое ценное. Господь, молюсь особенно за родственники сестра Валия Собурова. Господь, молюсь, чтобы Ты именно прямо сейчас. Господь, Ты сказал, что там, где двое или трое, что Ты среди них. И Ты сказал, что если мы соглашаемся единодушно на эти такие просьбы, что Ты отвечаешь, мы просто молимся, Господь, чтобы Ты сейчас через Твой Святой Дух, чтобы Ты работал в сердцах и умах этих людей, и тоже мама брата Дима, чтобы Ты ее тоже, чтобы Ты дал ей либо интерес, без любопытства, облегчения, Господь, делайте все, что надо, работай в их жизни, чтобы они думали о Тебе, думали о своих душах и вечности, Господь, их отношения с Тобой. Тоже за сестру Яна и ее родственники, Господь, за всех наших, Господь, моя соседка, молимся, чтобы Ты их спас. Используй нас на воспространение Евангелия, и Господь, благослови то, что уже было посеяно. Господь, без Твоих благословений это все тщетно. Господь, просто теперь молимся, чтобы Ты благословил именно разбор Твоего Слова, чтобы мы смогли понять. И Господь, просто дай это просвещение, и дай нам не просто понять, дай нам просто понять, как жить в свете Твое Слово. И мы это все молимся во имя Иисуса и ради Его славы. Аминь. 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 Хорошо. Давайте, вот, Битие, 11 глава. Битие, 11 глава. И первый стих. «На всей земле был один язык и одно наречие». Так что Библия – это книга из Битие. Книга Битие – это называется книга происхождения. То есть мы знаем начало всякого всего. Откуда все эти разные расы, откуда эта ячейка цивилизации, семья. Бог их сделал так, написано в Библии. Почему есть женский пол, мужской пол, почему детки так, почему вот, как сказать, этот процесс воспитания детей и когда она кончится. То есть, ну, там написано, что должно быть подчинение родителям, пока именно молодые не женятся или не выйти замужем. Пока они вот так, они должны подчиняться родителям. Откуда вот это все? Это от Слова Божьего. Откуда вот все эти разные расы? Откуда евреи? Откуда вот почему континент так находится? Или не континент, а земля и разных континентов. То есть, Библия отвечает это все, что Бог это все сделал. Он сделал луна, Он сделал солнце. Это книга происхождения. А тоже очень интересен этот вопрос, откуда в разных этих всех языках. И Библия отвечает откуда их. И давайте, то есть, на всей земле был один язык и одно наречие. И мы уже говорили, что обычно язык это то, что записан или написан, и наречие это то, что говорится. Иногда это одно и то же, но иногда это нет. Потому что не всех языках в мире они, ну здесь нету, а нет, здесь есть. Но не все имеют именно аузбука. Не все имеют аузбуки. И поэтому есть язык и есть наречие. И как это славянский язык, это благодаря миссионерам, не православные миссионерам, просто миссионерам. Они хотели, чтобы здесь эти поганые люди, те, которые раньше поклонялись именно природу, столбы и все остальное. Вавилон остался, то есть, остаток Вавилона здесь был очень сильным, потому что здесь не очень далеко от Вавилона. Раз. Скифи, которые наполняли это место, тоже прямо с Вавилона. Почему у вас большинство черты, вы все чуть-чуть чернокожные. У вас все черные волосы, большинство из вас у вас коричневые глазах. Это почему? Потому что все ваши раньше скифы были все здесь, и они пришли отсюда. Чуть-чуть европейский, Ефет, он был все здесь, но чуть-чуть здесь перемешана кровь. От тех, которые из Ирана, из Сирии и все остальное, они перемещались немножечко, и у вас есть эти, как укропы. Как это, надо собрать уже книгу приколов, обязательно. Я не знаю, вы сказали или не сказали, что вот, когда мы с Сашей были в городе, что я задавал ему вопрос, но что, да, да, я сказал, что вот, что принес вот эти хохлы к Христу? И он сказал, салат, да? Я имел в виду волхлы, а я сказал хохлы. Но Библия дает нам вот это, откуда вот это все началось. И вот. Амин. Ну, хохлы, это недалеко от истины, получается. Поскольку я читал и понял, что скифы, они от этого территории, как мы знаем сегодня, это Иран. И они занимались лошадей. Скифы. Скифы были поганые люди. И благодаря эти братья, Кирилы, как его, как его, как? И Мефодии. И Мефодии. Да, спасибо. Они вроде бы из Булгарии. Да, из Булгарии. И они, наверное, гордятся на это. Наверное. Против российских. Наверное. Да. Вот происхождение вот этого все. И ты не найдешь такую информацию. Нигде. Это здесь в Библии. А лингвисты, которые знают корни всех языков. Это очень интересно. Потому что есть одна семья языков, называется индо-германская или индо-европейская. Тогда что имеет общее? Это эта часть земли с этим. Потому что те, которые хорошо знают эти лингвисты и корни, они понимают, что да, связи есть. Был один миссионер, по-моему, он был там, где была Персия. Персийский Илья Сирия. Я забыл его зовут. Как его зовут? Есть книга, называется «Пять пионерские миссионеры». И был один из них. Я забыл, как его зовут. Но он был очень увлеклен в языках. И даже у него было облегчение. У него донимал его совесть. Настолько он получил удовольствие. Он знал столько многих языков, что он смог в своем голове сидеть и думать часами. Как этот корень? Как здесь этот корень? Откуда это слово «мама»? Здесь на арамейском, на еврейском, в разных языках. И он видит, как это все ино связано. И он смог за часами думать. И он там балдеет. И потом Святой Дух говорит, что ты делаешь? И он облегчался в этом. Но он сказал, что по ему опыту, что он убеждался, что оригинальный язык, то есть когда был просто здесь один язык для этого планета, это был еврейский язык. Смотрите, пожалуйста, 10 глава и 25 стих. У Евера родился два сына, имя одного Фалек, потому что в одни его земли разделена. И мы видели, что это значение этого разделения здесь, это было вот то, что произошло на башне Вавилона. Так что, Евера, это очень, конечно, похоже на то, что мы знаем, еврей. То есть, он и его сыновья была та группа, которая осталась с этим оригинальным языком. Разделение языков произошло там. Вот почему это называется, как очень похоже на слово еврей. Смотрите, пожалуйста, 11 глава и 9 стих. «Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смещал Господь язык, то есть был один, всей земли». То есть, был один язык для всех, которые жили там, и в течение времени он был, люди все поняли, что это был язык еврея. Смотрите, пожалуйста, Исайя, 36 глава, и 11 стих. «И сказал Ильяким, и Севна, и Иоах, раб Саку, говори рабам твоим по-арамейски, потому что мы понимаем, а не говори с нами по...» Здесь иудейский слух народа, который на стене. То есть, иудейский, то есть, имеется в виду, вот это был язык евреи. Раньше это был оригинальный язык, и те, которые знают лучше, конечно, лингвисты высшего степени, которые могут, они знают много языков, они могут эти связи делать. Откуда? Вот эти все слова. Смотрите, пожалуйста, Деяние, 26 глава. То есть, до того, как слышал свидетельство человека, который лучше это все, конечно, знает, уже был такой намек в Писании, что это было так. И это действительно логично, что это было так, что еврейский язык был оригинальный язык земли. Деяние, 26 глава. То есть, хотя Господь знал всех языков, и хотя апостол Павел тоже знал несколько языков, и хотя он написал на греческом, когда он говорил с небес, он говорил на каком языке? На еврейском. Поэтому они поют там Аллилуйя, на небесах. То есть, поэтому мы, есть немножечко такой намек, что все возвращается обратно на положение, которое было до грекопадения в тысячелетном царстве. Может быть, сохраняется во время тысячелетного царства в разных языках. Может быть. Мне кажется, что может быть даже и нет. Потому что все должно вернуться. То есть, снимаются все эти следы. Но эти народы, все остальные народные черты сохраняются. А язык я не знаю. Но я знаю, что на небесах уже вечности, наверное, это будет уже ни английский, ни русский, ни украинский, ни испанский. Однозначно не эсперанто. Кто-то там видел, слышал об этом? Эсперанто. Да, эсперанто. Это искусственный язык. Пытался составлять из разных языков. Препродавательница в университете давала мне. Я не хочу. Зачем мне этот эсперанто? Ну, хорошо. Битие, 11 глава. Битие, 11 глава. На всей земле был один язык и одно наречие. И мы видим, что это был еврейский язык. И что сыны, Сима держал именно этот язык. Хорошо. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар, в равнину, и поселились там. Так что, то, что сейчас называется Армения, и, конечно, эти границы, сейчас, по-моему, это турки. Они забрали. Раньше, по-моему, это была Армения, и потом Турция, они забрали немножечко в себе. Но где-то здесь, этот, где-то здесь есть эти горах, Арарат. И там находится этот ковчег Ной. Если у вас когда-то время, надо посмотреть на то, что нашли там. Потому что некоторые сомневаются, но я бы сказал, что это, наверное, тот, то, что они нашли. По размеру он подлиннее. Много чего вот совпадает. Там дерево, оно было уже, как называется, процесс, как? Окаменело. Окаменело. Они нашли тоже такие, как металлические связки. Они взяли эти связки на анализ. Там видно немножечко конструкции этого ковчега. Как будто он однажды вот стоял, но потом в течение времени он просто вот так сделал. И видно. То есть все специалисты, которые смотрят на фотографии от самолетов, они смотрят на это и говорят, что это не естественное. Это видно, что это был... То есть я не могу сказать конкретно, что это ковчегной, но я могу тебе сказать, что это была лодка. Это неверующие специалисты говорят, что это и стоит его сохранить. Что он там делает в горах? Арарата. Тоже как будто совпадение, но... И тоже в этих местах есть одно такое село, называется село Восьмых. Или как составлялся из восемь человеков. Было там восемь людей. И там тоже они нашли... Можно они читают в разные старые-старые манускрипты, что тогда это была такая технология, что надо большие такие камушки, которые для стабилизации, и можно его... Можно держать, как нос корабля, чуть-чуть вверх, если они все были вот... Он лучше, чуть-чуть был против волны. И эти большие камушки везде в этом территории. И как будто кто-то присылал или давал на них восемь, то есть крестов. Они там две большие и шесть маленьких. И люди думают, что это было либо верующие... Как это... Как военные... Крестовые походы. Да, крестовые походы, наверное. Поняли, что это такое. И они давали крест одной, его жена, как большие, и потом шесть. Это были его сыновья и их дочери. Как на памятник. Но очень интересно. Там есть... И даже, по-моему, ты можешь поехать уже в Турцию, и там у них есть уже, как сказать, знаки. Ковчег Ноя находится здесь. Ты можешь путешествовать и найти, и там посмотреть на этот. Но никто не стоит в очереди. Они больше есть людей, которые интересуются вот гроб Дарвина и Ленина, чем есть вот... Хотя здесь... Ты бы подумал, что вот люди будут интересоваться. Да? Происхождение. Они высылают столько там миллиардов долларов уже в космосе, найти откуда мы. Вон там. Ну вот. Но там написано то, что было немножко для меня загадочно, что там было написано, что они пришли с востока. И то, что... Поскольку я понял, что здесь не очень хорошо видно, но есть главные речки. Это Тигр. И здесь уже есть... Да, Ефрат. Да, Ефрат, по-вашему. Вот. Они вот такие главные. Есть гора, как у вас... Карпатские гора. И здесь немножечко... Вот гора здесь, где Ковчег Ноя. И здесь тоже как гора. И видно, что они по этой реке пошли вниз. Вода всегда надо. И потом на этой стороне, либо гора, или между гора и эту воду, они с востока уже пришли сюда, потому что здесь были вот как долины. Они всегда искали вот долины, чтобы выращивать там... Ну, чтобы жить и пастить. Как? Скот. Как? А, скот. Так что вот это объясняет, почему он сказал, двинувшись с востока. Видно, что... Потому что здесь этот Вавилон. Здесь. Видно, что вот здесь перемещались вот сюда, сюда. И, наверное, была группа, которая чистая по своей семействе. То есть, потомство Сима. Туда пошли, куда им надо. Было потомство Ефета. Они пошли туда, куда надо. Наверное, было чистая Хам. Тоже. Но здесь, это то, что произошло здесь, на башне Вавилона. Это там было видно, что полная была интеграция. И что Хам был за рулем. И когда Хам за рулем, ничего хорошего. Потому что Ной ему сказал, что ты будешь служить. И поэтому он всегда любит поставить на себе фамилия король или царь, или кинг. Они вот такие. Мартин Лутер Кинг. Всегда кинг, кинг, кинг. Они у них почему-то, это интересное такое совпадение, но этого есть у Хама. И вот видно, что Немрод и его банда, они нашли там хорошее место. Так и современные археологи говорят, что это и есть ячейка цивилизации. Вот этот. Калибель. Калибель. Калибель, да, да, the cradle. Калибель. Цивилизация это оттуда. И это так практически. Оттуда был Авраам, там был Эдемский сад, откуда Авраам был призван и действительно это так, это то, что Библия давно уже и сказала. Нам не нужны их подтверждения, просто благодарю тебе, что вы дошли и наконец вы поняли дело. Но это уже было вот в книге вот до этого. Так что видно, что Хам и его банда, они нашли там эту долину и они создали себе вот такое как всемирное какое-то как правительство. И он уже и уговорил своих и он создал другое такое религия всемирное. И насколько это было развито, я не могу сказать. Но есть вот некоторые мнения, что было очень развито и очень далеко. Потому что все черты вавилонской религии, которая началась там, они по всему планету связаны с этими пирамидами. И некоторые даже думают, что может быть эти пирамиды были системой, через которую они смогли общаться. Была система коммуникации для некоторых. Я не знаю, но очень странно и очень интересно, что подобного пирамиды ты найдешь и в Африке, и Америке, Южном Америке, Северная Америка, по Европе, по Аравии, в Китае, по всему миру. И связан с Немродой и этой религией. Так что у нас здесь, чуть-чуть дальше в этом главе упоминается Авраам и упоминается его и упоминается вот и Лот в 27 стих. Вот родословие Фары. Фара родил Авраам, Нахора и Арана. Аран родил Лота. Это значит, что он был его как применец. Так? Как? Применник. Мне тяжело это слово почему-то. Всегда было сложно сказать. Так что как раз Лот упоминается в этом контексте. Святой Дух дал нам уже намек. Он сказал, так как было во дни Лота, так и будет, когда Сын Человеческий придет. Так что когда мы читаем и Дни Ной, у нас мы получили уже откровение и просвещение, что ожидается здесь. Святой Дух предупредил нас. А здесь времена Лота, то, что мы здесь видим, это было глобализм. Полная интеграция, хам за рулем и полная этот и был глобализм. И он создал одно правительство, он создал тоже и одна религия, и ударение здесь было на гуманизм. Смотрите, пожалуйста, просто давайте давайте считаем. И сказали, то есть не молились, не молились к Богу, а сказали друг друга. Ударение здесь над человека. Наделаем, то есть мы, кирпичей и обложим мы огнем. И стали у них кирпичи вместе камней и земляная смола вместо извести. И сказали они построим себе, то есть ударение на человек, от человека до человека, город и башню высот высот до немец и сделаем себе опять ударение на человека имя ради честь человека, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. То есть было еще свежее вспоминание то, что произошло в одни нои, хотя это уже было примерно сто лет пустя. И до этого момента история в этих 10-11 главах это уже 1750 лет примерно. Больше полтора тысячи лет история человечества содержится именно в этих главах. И у тебя уже все, что тебе надо, чтобы понять, откуда мы и куда мы. И этот глобализм он очень и ударение на гуманизм очень сильно сейчас и сегодня. Гуманизм это религия всех атеистов и практически даже и верующие сегодня гуманизм ползал и как шпион практически в разных церквах. И смотрите, как эти новые гимны поются. Эти новые гимны всегда селяются и делят ударение на как я думаю и как я чувствую. Старые гимны правильные, то, что мы поем, они направлены к Богу. Как Он чувствует и иногда делается как Он делает мне такое, но не полностью селяются на человека, не сосредоточат свой взор и ударение над человеком, его чувства, его хотения, его мысли. Это гуманизм, и гуманизм везде по церквам, везде. Это мотивы, чистые по-человечески, гуманизм, это мотивы. Ой, бедные, бедные люди. А нет, это бедный, бедный, вот наш Господь, который страдал за нас. А что насчет Его? Ой, бедные люди страдают, а Он? то есть, да, мы идем ради них, потому что они погибают, но мы идем, потому что Он их возлюбил первые. И даже если они не принимают, ради Него мы должны идти и сказать. Так что ударение должно быть всегда на Бога, на Иисуса Христе и на Его Слово, не на человек, его хотение, его мнение. Так что здесь был действительно гуманизм. И очень интересные слова здесь, что они говорят. Как будто прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Это очень похоже на Битие 4 глава и 14 стих. Вот теперь станяешь меня с лица земли. Каин. То есть было видно, он сказал, что и буду изгнанником и скиталцем на земле. То есть Каин и его потомство очень влиял на людей. И они, это было его потомство, которые самые первые начали собраться в городах. раньше были воспространенные, каждая чуть-чуть по себе, было поместное такое, была свобода, было немножко уважение друг к другу, там семьи было больше, и они умножались, а здесь уже это было Каин и его потомство, и потом Хам, они были те, которые хотели в больших городах. И там, где человек уже был склонен собраться в городах, уже начинается грязь и грек и все остальное. Это было уже скрыто в Библии тысячи тысячи лет до того, как это все началось. Так что Библия даст тебе очень много информации, больше, чем человек даже и хочет, если ты хочешь копать в ней немножечко. Так что мы видим гуманизм, мы видим глобализм, мы видим, как не та раса, мы видим, что они не на правильном месте, мы видим, что они не пользуют правильный материал, это все искусственный материал, они не сказали, давайте мы возьмем то, что Бог обеспечил, эти камушки, скалы, давайте мы сделаем кирпичи, это уже искусство, искусственное, искусственный такой материал, и настолько это развито сегодня, что все пластмасс, этот человек, божий материал гораздо лучше, но очень дорого сейчас, очень дорого, и то, что у них был, это битумин, типа асфалта, это то, что у них было как раствор, это тоже было такое, как перемешанное искусственное у них, но то, что я хотел вам читать, это было вот, и я знаю, что где-то у меня на кассетах лучший такой список цитат, я не все эти люди знаю, но здесь немножечко информации на как сегодня, то есть Библия уже давала нам информацию, что что-то будет на земле типа положения, которое было во время Вавилонской башни, мы видим, что был гуманизм, будет стремиться, чтобы все были вместе, будет интеграция и будет как одна вера, одна религия, общая вера, то есть это подготовка для сына погиблия, это то, что происходит сейчас, все религии мира, они собираются, объединяются, они пытаются найти какой-то общий язык, что-то общее, чтобы создать такую религию, которую все будут приветствовать, и все будут согласны с этим, типа так, как было в Риме, было очень много богов, но было типа единство. 1913 год это было время, когда федеральный резерв было создано в Соединенные Штаты. До этого Джефферсон, тот, который он на 10 долларов, банкнот, Джексон он на 20, да, и Джефферсон он на 5 центов, Хамилтон, да, Хамилтон, Хамилтон, а Джефферсон он на монет, получается, да, Джефферсон он на монет, тот, который написал наши Конституции, он сказал, что банк один из самых смертельных врагов, которые существуют против нашей принципы и формы нашего Конституции. Он так сказал, он сказал, берегись, чтобы ни в течение времени, ни вокруг этого правительства, которое мы основали, чтобы не выросли бизнесы, корпорации и банки, которые все хотят именно государственные одолжения. он сказал, берегись, не был глупый человек. Вот, дальше, Хамилтон был тот, он, то есть, раньше только платили деньги на то, что человек покупал, не было на доходы, то есть, налоги на доходы человека, это было уже 1933 год, а раньше было, то есть, был Советский Союз, где все имели все общее, а сейчас Госбанк, там уже почти уже пол, полмиллиона рабочих, или хотя бы 200, 250 тысяч рабочих, и где-то больше 500 разных отделений, банк там контролирует всех, Центральный банк контролирует практически все, что сейчас происходит, но Федеральный резерв в Вашингтоне, это было начало, потом было, как называется, Лиг, Лига, Лига, Лига нации, Дженева, это было 1920 год, 1921 год, Совет на международные отношения в Нью-Йорке начался, 25 год, институт отношения районов, которые вот Pacific, Тихоокеанское регионов, потом Объединенные нации, начался в 45 году в Нью-Йорке, Сталин хотел, чтобы это было в Нью-Йорке, благодарю его, вот, Сталин был мудрый, он понял, как можно, как сказать, разрушить американская система, это ООН, очень опасный, такой, ужасный, такой вещь, я бы хотел давно, чтобы кто-то его, жалко, что это самолеты, там, не в этом здании, 1954 год, Билдебургерс, Билдебургерс, они собираются до сегодняшнего дня, этот совет каждый год или два раза в год, они решают проблемы человеческие, сегодня взрыв умножения населения, это беспокоит их, 1968 год, клуб Рима начался в Италии, это Папа Римский хочет тоже иметь свою часть в этом деле, и 1973 год, это комиссия Трое Трилатерал, как это, Трилатерал комиссион, я не знаю, как это перевести, и там есть история их, они разные, очень скандальные, Рокефеллер был тот, который основал этот Трилатерал, ты знаешь, кто такой Рокфеллер, и что after the charter было, я не могу произнести, брежинский, френч-езуит, шардин, и это просто выравняется, чтобы был, чтобы Америка, Соединенные Штаты было зависим от других экономий мира, объединяется экономия, и это начался давным-давно, ну вот, то, что хотел давать вам, и потом мы уже все, Гарлд Урей, единственный выход из тотального разрушения жизни, единственный выход это всемирное государство, он это сказал, Оппенхаймер, что касается сферы энергии ядерной, нам надо, обязательно надо постановить мирская власть, чтобы контролировать ее. Артур Комптон сказал, всемирное правительство уже неизбежно, неизбежно, сказал, доктор А.R.V. Перри, он профессор из Гарварда, он сказал, что нравится или нет, мы движемся, чтобы будет один всемирное такое правительство. Профессор Хокинг сказал, существует альтернатива всех наших проблем, это чтобы каждая страна отдала вся власть в одном агентстве и отдать все наши, то есть, и потом доверять это агентство. Юсиф Кларк он сказал, что вот он сказал, так, чтобы установить всемирное правительство, он сказал, что руководители должны просто сказать гражданины и они будут следовать. И он сказал, что старомодная патриотизм это именно вмещательство, чтобы будет мировой порядок. Так что у вас патриоты, как будто террористы, причина вот этой войны, и Соединенные Штаты тоже. Реймонд Грам Свин он сказал, что либо нам придется установить всемирное правительство, или мы погибаем, от бомбы ядерного. Джон Ф. Кеннеди, президент в 62-м году, сказал, он давал многие такие экзекьютив, как ордерзи, как у вас да, то есть ему не надо было через Конгресс получить, он просто сам сказал, и это даст, если все, что им надо сказать, что это аварийное такое положение, как военное положение, и это даст президент Соединенных Штатов больше власть, которое было у Адолфа Гитлера. И H.G. Wells, вы знаете H.G. Wells, нет? Тот, который писатель, этот, да, война миров, вы видели, есть кинофильм такой, Велс, да, Герберт, его цитата очень интересная, этот человек сказал, нам необходимо найти глава, глава, способная управляя этого, то есть всемирное правительство, и чтобы у него было такое естественное уровень интеллекта, которое гораздо выше человеческого уровня. То есть мы знаем кто это будет. Это Дух Антихрист в этих людей. Ибо Дух работает именно с сыновья противления, Библия говорит. Они думают, что они делают добро людям, гуманизм, но на самом деле они подготавливают именно путь Антихриста. Ну вот, мы это все говорим, потому что Библия уже давала нам достаточно доказательства, что да, мы знаем в котором, когда мы живем, мы знаем, как это все кончится. Мы давали вам Сафония, 3 глава, 8 стих, что это Божие определение собрать народы. Они думают, что они собирают против Бога, но на самом деле Господь допускает это все, чтобы безбожный уничтожить. Так и есть. Это то, что Библия говорит. Но для нас, мы, хотя мы это все знаем, мы сейчас в этом работаем, нам надо просто жить в этом, но это очень интересно, и можно часами бесконечное количество видео на YouTube, бесконечное количество книг, которые все ясно докажут вот это все, и ты можешь увлекаться в этом, и полностью, как сказать, забыть, что есть люди, которые погибают, и им нужно слышать простая благая весть. Аминь. Когда вы будете раздавать людям трактаты, не надо говорить об этих вещах. Это мы здесь изучаем, потому что мы изучаем Слово Божие, и хочу, чтобы у тебя была информация необходима, но это не для них. Им надо знать, что Иисус Христос Сын Божий, что Он умер за них, Он предлагает именно спасение даром, все, что надо, ибо всех, то есть, вам надо иметь мудрость, как использовать эту информацию. Аминь. Ну, хорошо, давайте вот тогда, все встаньте, пожалуйста, спасибо, что вы пришли. И давайте разойдемся с молитвой. Аминь. Продолжение следует...